Медицина Медицина Ухудшившееся положение с туберкулезом, появление тяжелых форм, увеличение заболеваемости, смертности привлекло внимание всей медицинской общественности и международных организаций, в частности, Всемирной организации здравоохранения. И для этой организации не безразлично, какая тенденция в динамике туберкулеза в нашей стране. Мы установили самые тесные связи с этой организацией для совместной работы, направленной на выявление больных и более эффективное лечение. Уважаемые коллеги! Я хочу обратиться ко всем вам с просьбой обратить самое серьезное внимание на проблему туберкулеза. Из болезни, исчезающей и встречающейся не так уж часто, в настоящее время туберкулез стал частой болезнью, нередко смертельным исходом. Я прошу обратить самое серьезное внимание и на диагностику этой болезни, и на направление, своевременное направление выявленных больных для лечения в специализированные учреждения. Человечество стоит на пороге всемирной эпидемии туберкулеза. Статистические показатели, по которым принято оценивать эпидемическую ситуацию по туберкулезу, свидетельствуют о наиболее выраженном ухудшении ее в России с начала 90-х годов. Заболеваемость возросла более чем в два раза. По мнению Всемирной организации здравоохранения, стабилизация эпидемиологической ситуации в крупных странах позволит спасти 12 миллионов жизней во всем мире. В последние годы темпы роста заболеваемости и смертности населения от туберкулеза снизились, что является обнадеживающим обстоятельством. Известно, что туберкулез сейчас представляет существенную проблему для всех стран земного шара. Нужно сказать, что для нашей Российской Федерации он тоже имеет огромное значение в том плане, что растет в больших своих количествах. Достаточно сказать, что заболеваемость увеличилась почти в два раза и смертность тоже увеличилась в два раза. Это говорит о неблагополучной тенденции развития эпидемии туберкулеза в нашей стране. Программа борьбы с туберкулезом, утвержденная в Москве, имеет очень хороших многоположений, которые, возможно, позволят нам изменить создавшуюся ситуацию. Потому что она создалась еще и потому, что за последние годы очень мало уделялось внимания этой проблеме. Проблеме финансирования, проблеме выявления больных туберкулезом. Это же инфекция. И нужно прежде всего выявить все очаги инфекции. Мы нашли другой путь выявления больных туберкулезом. Мы теперь не ждем, пока к нам с поликлиник пришлют флюорограммы для чтения и выявления больных туберкулезом. Мы отправляем своих участковых врачей в крупные больницы. Потому что примерно одну треть больных мы выявляем именно в крупных больницах, куда они попадают под разными диагнозами с различными заболеваниями легких. Следует констатировать, что за последние годы увеличилось число больных с симптомами туберкулеза, выявленных по обращаемости в поликлинике и другие учреждения общей лечебной сети. Для выявления и подтверждения диагноза туберкулеза легких используется несколько объективных методов, в том числе метод флюорографии, который наиболее ценен при так называемых бессимптомных формах туберкулеза. Необходимо дальнейшее неуклонное повышение знаний о туберкулезе среди врачей-поликлиник и других медицинских специальностей. Знания о симптомах туберкулеза, его правильная диагностика позволяют своевременно направить больных к специалисту, что является залогом успешного лечения и полной реабилитации пациента в течение нескольких месяцев. Скажите, пожалуйста, как Вы заболели? Болели ли Вы раньше когда-нибудь туберкулезом? Раньше никогда не болел. В конце апреля этого года у меня поднялась высокая температура, больше 39 градусов. По вызову врача, врач принял после спада температуры явиться в поликлинику для флюорографии. После флюорографии меня направили в диспансер. Что Вас беспокоит? Что Вас привело к нам? У меня боль в груди. Так, появилась боль в груди. И мокрота с кровью. Кашель, да? Кашель, кашель тоже есть. Кашель беспокоит. И мокрота с кровью, кровохарками. Кровохарками. Когда появились у Вас эти симптомы? Два недели назад. Две недели назад. Указанные симптомы могут свидетельствовать о заболевании туберкулезом. Поэтому мы предлагаем Вам обследоваться. То есть сдать анализ мокроты на микобактерии туберкулеза. Можно будет собрать три порции мокроты. Один анализ Вы сдаёте сегодня в стерильную посуду. Это вот первый анализ. Вторую пробу мокроты Вы принесёте завтра утром. Мы Вам даём её с собой. И третий анализ Вы сдадите послезавтра. В условиях нарастания числа бациллярных больных наиболее актуальны бактериологические методы. Бактериоскопия. Культуральное исследование. Разработанное Робертом Кохом вслед за открытием возбудителя туберкулеза 117 лет назад. После многолетних трудов Коху удалось покрасить и увидеть туберкулезные бактерии. Это был знаменитый 271 препарат. Стекло с материалом из лёгких больного. Палочки Коха, микробактерии туберкулеза отличаются от других возбудителей своей кислоты, спирта и щёлочи устойчивостью чрезвычайно медленным ростом. Поэтому к числу вечных проблем в тизиобактериологии относятся вопросы ускорения и повышения чувствительности методов бактериологической диагностики туберкулеза. В последние годы произошёл рывок в молекулярно-генетических исследованиях. Изучены генетические мутации, связанные с резистентностью возбудителя практически ко всем противотуберкулезным препаратам. Революция в экспрессных методах бактериологической диагностики туберкулеза считает применение полимеразной цепной реакции, позволяющей в течение нескольких часов обнаруживать уникальные последовательности ДНК, специфичные для микобактерий туберкулезного комплекса. К числу наиболее актуальных проблем будущего относятся ускорение определения лекарственной устойчивости микобактерий, изучение изменчивости и вирулентности возбудителя туберкулеза, что позволит своевременно коррегировать тактику лечения и повысить её эффективность среди больных с различными формами туберкулеза лёгких. Я из Подмосковья, живу в городе Роза. Лежу в больнице уже три месяца. Вот сейчас в данный момент палочки нет, лечение отличное здесь, и оборудование отличное. Чувствую себя намного лучше. Меня зовут Станислав. Я сюда приехал из Подмосковного юбилейного. Сейчас я прошёл полный курс лечения в течение пяти месяцев. Чувствовал себя нормально. Болезнь моя выявилась где-то полгода назад совершенно случайно. Хотя, в общем-то, в условиях я жил нормальных. И еда, и жилища, никаких не было претензий. Единственное, что нервная обстановка вот сейчас вот такая по работе и вообще в жизни. Может быть, это как-то повлияло. Я Аня Люсеева. С раннего детства занимаюсь спортом. Сейчас мне 14 лет, и мастер спорта я по акробатике. Но три месяца назад у меня обнаружили туберкулез. Скорее всего, это от папы. Сейчас он ещё не до конца вылечился. Ваш процесс по классификации, международной классификации ВОЗ, относится к первой категории. То есть это впервые выявленный активный процесс, требующий самого интенсивного лечения. Вот это лечение идёт по методике ВОЗ, которая получила название ДОЦ. Ежедневно наблюдаемая терапия. Самочувствие ваше? Да. Хорошая. Переносимость препарата удовлетворительная. И как можно судить по первым предварительным результатам, идёт процесс неплохо, идёт рассасывание. Наиболее эффективной тактикой лечения больных туберкулезом, особенно в условиях надвигающейся эпидемии, учёными различных стран признаётся метод прямой контролируемой химиотерапии. Курс лечения делится на два этапа. Интенсивный, стационарный и поддерживающий, амбулаторный. Дозировка и длительность курса зависят от возраста, веса больного и формы заболевания. Больным, не выделяющим микобактерии и туберкулёза, лечение проводится в амбулаторных условиях. Использование стандартных, оптимальных для больного комбинации трёх-четырёх противотуберкулёзных препаратов позволяет, как правило, сократить стационарный этап лечения до двух-трёх месяцев. Наиболее тяжёлый и трудноподдающийся излечению группой больных являются пациенты с распространёнными, нередко остро прогрессирующими формами туберкулёза, выделяющие микобактерии, устойчивые к противотуберкулёзным препаратам. Эта категория больных нуждается в особом уходе и стационарном лечении, как правило, более длительные сроки, чем другие терапевтические группы, и требует наблюдения и повышенного внимания со стороны квалифицированных врачей и медицинского персонала. С целью распространения современных знаний об организации борьбы с туберкулёзом, а также по методам бактериологической диагностики туберкулёза, на базе учебного центра Центрального научно-исследовательского института туберкулёза проводятся занятия среди врачей и лаборантов противотуберкулёзных и других медицинских учреждений. Более широкое внедрение технически простого и дешёвого метода прямой бактериоскопии мокроты является одним из необходимых мероприятий для предупреждения дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации по туберкулёзу. Сегодняшнее наше занятие будет посвящено вопросам химиотерапии, являющейся основным элементом стратегии ДОЦ в борьбе с туберкулёзом. Для изучения данного вопроса, пожалуйста, откройте модуль 2 на странице 1 и внимательно прочитайте первые 5 страниц. Пожалуйста, обратите наиболее пристальное внимание к режимам химиотерапии, которые применяются для лечения впервые выявленных больных и особенно больных эпидемиологически опасных, выделяющих микобактерии туберкулёз. Таким образом, материал, который вы изучили в представленном модуле по химиотерапии, является одним из основных элементов стратегии ДОЦ и правильное применение химиотерапии, именно применение препаратов стандартных комбинаций, укороченной длительности, позволит 85% больных прекратить бактерии выделения и тем самым существенно улучшить эпидемиологическую ситуацию в нашей стране. Регулярные деловые встречи сотрудников Центрального научно-исследовательского института туберкулёза и экспертов Всемирной организации здравоохранения посвящены анализу результатов внедрения стратегии ДОЦ прямой контролируемой химиотерапией в Иваново и других регионах России. Таким образом, наряду с государственными учреждениями определенный вклад в дело борьбы с туберкулёзом в России вносят международные, негосударственные, общественные и благотворительные организации. Так, 13-14 мая в Москве состоялось совещание-семинар «Российское общество Красного Креста против туберкулёза в России». На нём присутствовали ведущие специалисты 9 регионов России и представители международных организаций. Я хочу сказать, что наука, любая, она носит международный характер и она должна использовать международный опыт. И тем более практика, те наработки научные, которые имеют значение для практики, должны использоваться повсеместно. И в общем мы стремимся к тому, чтобы самые эффективные методы внедрялись и у нас в стране, и в другие страны. Обмен мнениями между представителями российских и международных организаций позволяет концентрировать имеющийся у них опыт и целенаправленно координировать усилия учёных разных стран для достижения максимальной эффективности разработанных противотуберкулёзных программ в различных регионах страны. Имеющиеся результаты по внедрению стратегии прямой и контролируемой химиотерапии в некоторых регионах России весьма и весьма обнадёживающие, но проблема далека до окончательного её решения. К борьбе с туберкулёзом мы стараемся привлечь не только специалистов в этой области, но и всю медицинскую общественность, а также и Красный Крест. Мы очень долго вели переговоры, и, наконец, наш Красный Крест включился в эту работу. Было констатировано, что особого внимания с эпидемиологической точки зрения требуют малоимущие группы населения, относящиеся к группам риска, сироты, нищие, бездомные, а также беженцы-мигранты, имеющие неудовлетворительные бытовые условия с ограниченными социальными правами. Вот мы, беженцы из Баку, с Азербайджана, армяне, живём в таких полном антисанитарийном условиях. Одна грязь, неуверенно, ничего. Я не знаю, вот 10 лет мы уже здесь живём, и никто на нас не обращает внимания. 50% все здесь болеют. Но обидно в том, что дети с нами находятся тут. Дети мучаются, видят эту грязь. Какой пример они могут взять? Все 10 лет это мучение нашего пребывания в Москве. К нам относятся очень неуважительно. Многие медицинские учреждения даже не принимают нас. С декабря месяца я осталась без основных своих лекарств, без которых я жить не могу. Это как мой хлеб. Главный врач не разрешает терапевт купить лекарства и говорит, идите в аптеку, покупайте на свои деньги. Если я одинокая пенсионерка, живу на минимальную пенсию, которой мне не хватает на пропитание, как я могу пойти на эти деньги, которые мне дали поесть, я могу пойти купить лекарства? Наиболее высокой группой риска по туберкулезу являются заключённые пенитенциарных учреждений, что требует постоянного внимания и эффективного комплекса противотуберкулёзных мероприятий, обеспечения постоянного снабжения их противотуберкулёзными препаратами. Особенно это актуально в отношении заключённых больных полирезистентными формами туберкулёза, которые по окончании срока заключения становятся блуждающими источниками инфекции. Таким образом, нетрудно представить особую опасность для общества, если учесть, что только один такой больной может заразить более 10 человек в год. Я в Чечне на воле ещё заболел в 87-м году. На общем режиме, на пятерке, в 97-м. А вы где заболели? Учреждение 1-6, посёлка Мерехово. Этим сроком. А вы где заболели? Колония. Где вы заболели? В тюрьме. В СИЗО. Но вы сейчас получаете все лечения. Не получаем. Не получаем. Не получаем. Не вообще лечения нет. Вот эти американские лекарства, я их не переношу. Они мне на голову действуют. Я как пьяный от них хожу. Мне нужен кономедсин. У меня рвота. А питание как у вас? Плохое. Существующий арсенал противотуберкулёзных препаратов достаточно эффективен при своевременном выявлении и правильном лечении туберкулёза. Метод прямой контролируемой химиотерапии ДОЦ предусматривает следующую тактику лечения в четырёх выделенных категориях больных. Первая категория – новые случаи туберкулёза лёгких с бактериовыделением. Вторая категория – туберкулёз лёгких с бактериовыделением рецидив. Третья категория – новые случаи болезни без бактериовыделения. Четвёртая категория – хронические больные. Для лечения резистентных форм туберкулеза используются препараты резерва как в начальной, так и поддерживающих фазах. Лечение полирезистентных форм туберкулеза требует применения большего числа резервных препаратов и нередко более длительных сроков терапии. В случаях неэффективности терапевтических мероприятий и у больных с полирезистентностью проводится консультация хирурга и больным предлагается хирургическое лечение. Я готовлюсь к операции. Приехала совершенно другого города, где лечилась два месяца и результата печенья не было. Безусловно, проведение операции на легких связано с большим риском и возможно лишь в стенах специализированного учреждения, имеющего необходимое оборудование, средства патогенетической терапии, лабораторные службы, а также высококвалифицированных хирургов, анестезиологов, реаниматологов. Нередко за последние годы операция является единственным способом спасти жизнь больного. В послеоперационном периоде больным дают соответствующие рекомендации для продолжения наблюдения и лечения в амбулаторных условиях и по возможности направляют на санаторное лечение. Так что летом приходите, пожалуйста, у нас будут путевки, мы вам дадим санаторий в 58-й туберкулезный для оздоровительного лечения. Спасибо, я не ожидал даже так. Большое спасибо вам. Мы сегодня собрались для того, чтобы обсудить дальнейший план нашего лечения. Вы получили в стационар, в стационаре хорошее активное лечение, где разные сроки у каждого было 2-3 месяца. В дальнейшем вы будете под моим наблюдением, вы будете приходить и получать мне лекарства. Будем дальнейшие обследования проводить в консультационном отделении, но вы будете на домашнем режиме. Я так думаю, что все-таки, я говорю, лучше находиться дома, чем в больнице. Успешное использование ДОЦ возможно лишь в случае обеспечения 5 основных элементов. Выявление, лечение, мониторинг, постоянное снабжение лекарствами, административная и финансовая поддержки. Мне бы хотелось отметить, что борьба с туберкулезом в настоящее время приобретает глобальные размеры. И, как вы все знаете, из пресса, из телевидения, в настоящий момент на территории России работают не только Нью-Йоркский институт здравоохранения, а врачи без границ, британская организация Мерлин, Красный Крест, ВОЗ. И мне бы хотелось отметить, что только объединив все усилия, российские, международные, можно предотвратить эту эпидемию. Потому что все мы знаем, что туберкулез является инфекционным заболеванием и не знает границ. И все же, что известно материне о туберкулезе? Вы знаете, что такое туберкулез? Ой, вообще нет. Да, это инфекционное заболевание, которое, если запустить, очень тяжелые последствия бывают, человек может умереть. Раньше называли его чахоткой просто. Туберкулез распространяется только при сквозняке, где люди, это при бомжи, а быстро у бомжи. Сквозняк на улице, улице, вот так вот. Но дело в том, что, вот, не контролируешь сам себя, не контролирующие люди. А остальные домашние люди, дуберкулез сам поймать не могут. Это опасно. Надо переходит палочками, по-моему. Вот. У меня, конечно, в родстве никто не болел туберкулезом. Я знаю его, я очень опасаюсь его. Воздушно-капельным путем распространяется. И влияет потом, по-моему, на легкие, на вот это все. По крайней мере, избегать контакта с больными. То есть, и даже если больной, чтобы он сидел дома и по минимуму общаться. Ну, к тому же, когда поменьше бывает в людных местах, там, где может распространиться заболевание. Я электрик. И профилактические обследования никогда не проходили? Почему проходил в поликлинике? Да чего это, шпана довела-то, ты понимаешь? Нет. Вот понаблюдай, вот подходи. Достает вплеванную урну и живет, а ты говоришь, что туберкулез тебе имя. Вся вся страна туберкулезная, ты понимаешь? Дорогие сограждане, не будьте легкомысленно беспечными в отношении своего здоровья. Своевременно обращайтесь к врачам. Ведь здоровье – это основное богатство каждого человека и всей страны в целом. Помните об этом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok